Девушки отдыхают На, не ной Да кто тут ныл? Поговорку нашу помните? Даже если небо затянуто тучами Солнце всегда поднимется над горизонтом И наступит рассвет Обязательно наступит Обязательно Дашка, тебе в артистке надо, а не тут пропадать Мама, прям цирк какой-то Не до что Так О, пару стоять Вау Эй, балерина По чём клубничка-то? Если в банке сто пятьдесят, в лукошке двести А это чё дороже? Ну потому что плетёные А если ты с нами То за сколько? Слышь, Дах, пристают что ли? Берёте или нет? Ну раз Даха не продаётся Чё ты сейчас сказал там? Ладно, поехали, чё ты слушаешь его? Счастливо Ладно, Юр Оставайся сам торговать, а я домой поеду Слушай, Даша, я не могу, я спешу Ну я запарилась уже Тем более ездят тут всякие эти Слушай, да наплюй, а если не хочешь, тётя Зиню в магазин отнеси Теперь хоть торговля пойдёт А то все мужики К ней отходят Ну как мухи на мёд А у нас-то товар не хуже Колян, мы так далеко не уедем Не боись Нам главное с трассы соскочить поскорее Глянь, по нашу душу Внимание всем постам Синий микроавтобус номерной знак КА-948ХТ Движется по направлению к посёлку Рассвет Идём преследование Продолжение следует... Тетя Дин, возьмите фрукты, а? Ну, хоть поскольку. Ну, Дашка, ну зачем мне это добро? У меня у самой знаешь, сколько этого всего? Ну, пожалуйста, ну не домой же мне их везти. Ну, тетя Дин. Ну, тетя Дин. Нашла тетя. Викторович, здравствуйте. Вы давно не заезжали. Пообедать? Кваску бы холодненького, а. Шесть секунд. Здорово, Даша. Здрасьте. Как мама? Да нормально. Ты чего тут? Да вот тетя Дина прошу взять фрукты на продажу. А она чего? Квасок. Пожалуйста, тетя Дин, ну давайте я вам вывеску поправлю. Хотите? Он же покосился. Куда ты? Да, слушай, ты, ты смотри, разобьешься. Да ладно. Вот шалопутная, да? Мать вроде тихо, а это… Не, ну надо ж, бедовая какая, а. Ага. Ну что, тетя Дин? Ну? 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 Хороший квасок будешь? Нет. А что надо взять? Может я теткам в гусеньку отвяжу? Ничего уже не надо. Мы с Дашенькой договорились, да? Давай сюда, давай. Я мохито делать буду. Так. Вроде оторвались. Слышишь? Сбавляй. Долго ли умеючи? Папаша, ты че такой зеленый? Укачала? Укачает тут. Жизнь собачья. Не боись, прорвемся. Прорвемся. Вопрос куда? На этот раз менты упрямые попались. Смотри, опять нарисовались. Может срежем? Давай. Пошла. Да. На сторонку. На. Девушка, вы синий микроавтобус не видели здесь? Нет. Кроме вас чужих не было. Поехали. Че стоять? Красавец. Мы правильно заехали? Деревня Восход? Это рассвет. Может подвезти. Спасибо. Сама. Вася сам туда залез. А доска хрящ, и он висит теперь. А София Андреевна не знает, как снять. Вот это все ваша София Андреевна с занятиями ее дурацкими. Господи, Вась, только не двигайся я от тебя сейчас сниму. Софья, а ты куда там заняло? Упадешь, гостей не заберешь. Не кричи, не пугай его. Мама, Даша, я сказала, нет. Стой! Мама, только не ори, ладно? Да ты от криха можешь все рухнуть. Да, Васька. Не торопись. Только не шевелись, ладно? Так, Васька. Не торопись. Только не шевелись, ладно? Голи, что на дорогу-то не смотришь? Да я досмотрю. Это вам не город. Здесь по правилам надо ездить. Сильно поломался? Может тебя в больнице? Пошел. Надо было у него спросить, где клуб. Поехали. Ну сейчас тебе влетит. Клав, ты сильно не ругай, он сам испугался. Ну правда. Так, народ. Кто еще полезет наверх? Сделаю массаж ремнем по пятой точке. Очень больно, ясно? А я потом добавлю. Ну чего стоим? Представление-то уже закончилось. Девчата вышивать, мальчишки выжигать, а старшие ко мне в литературный кружок. С каждого по стихотворению. София Андреевна, а тема какая? Как Васька в досках застрял? Ах ты мой умник. Спасибо. Теперь ты будешь на привязи как Тузик у меня сидеть, ты слышал? Никаких занятий вообще. Здравствуйте. Простите, пожалуйста, а вы не подскажете, с кем здесь можно поговорить насчет концерта? А это к прадедам идите. Да, очень элегантно. Первый раз прям такое. Не к матери, а к прадедам. Вообще-то мы артисты и хотели концерт вам дать. Совка, прадед, заведует Домом культуры. Да вон нам Юля все покажет. Идем, я сказала. Здрасте. Здрасте. Да, я покажу. Это вон там надо пройтись чуть-чуть. Давайте лучше подъедем. Ну, давайте. Да к нам вообще уже сто лет никто сюда не приезжал. Я прошу-прошу администрацию, чтобы хоть кого-то пригласили. Ну, считайте, что хоть кто-то к вам приехал. Вы извините, я не то имела в виду. На самом деле мы очень рады. Нет, правда, девчат, будем счастливы, если вы у нас выступите. У нас ребята из художественного кружка, вот такие афиши вам нарисуют. С портретами, как закажете. А вот это лишнее, Альберт. Очень приятно. Наш папа. Давайте я вам сцену покажу. Ой, бардак, конечно. Вот там щиток. А можно будет аппаратуру подключить. Только я не знаю, выдержит ли. Ну, что, у нас только гитара и клавишные. Разберемся как-нибудь. Ну, так стыдно. У нас такое все ветхое, дряхлое. Я бьюсь, бьюсь с администрацией, чтобы они нам ремонт сделали. Но все-таки дети занимаются и молодежь по вечерам приходит. Ну, мы порядок наведем к вашему выступлению. Не переживайте, не все у вас ветхое, не все у вас… Да ладно, мам, у нас тут вообще скоро будут выступать сплошные звезды. Наш председатель выбил деньги на ремонт и целый миллион. Да. Да. Дашка, дочка моя. Мы не представились, Николай. София. Прадед. Ну да, вот такая у нас забавная фамилия. Это мой младший брательник, Лёлик. Лёлика слышал. Олег. По-домашнему Лёлик. А скажите, пожалуйста, где у вас можно переночевать? Так. Ты чего, Соф? Ну какой постой? У меня дети ветрянкой заболели. Оба. Сидят вон в доме, в крапинку. А я уже здесь, в летнем. Понятно. Не могу я никуда взять. А вот чаем угощу. И давно в наших краях таких принцев не было. Ну тебя. Ну вот, а это и есть кабинет нашего Виктора Ивановича. Ой, а его сейчас нет. Ничего страшного. Я позже зайду. А, хорошо. Ой, Юрка, а что это у тебя с рукой? Да ничего, так. Упал. А этот чего здесь трется? Юра. Это приехали к Виктору Ивановичу договариваться насчет концерта. А вообще, где я только не работала. И в магазине, и в ветклинике. Сейчас вот бухгалтером тружусь. Ну, а в свободное от работы время в клубе кружки веду. А у меня вся Пселкова ребятня бегает. За это, наверное, копейки платят. Ой, ну не миллионы, конечно. Зато у вас очень красивые глаза. А вот варенье, которое вам так понравилось. Спасибо. Кстати, Сов, а у тебя ж тоже летний домик есть. Вот и посели туда гостей. Здорово, Виктор Иванович. Здравствуй, Софья. Познакомься. Это Николай, артист. Они завтра концерт будут давать. Очень приятно. Вижу, что артист. А почему ты о нем во множественном числе? Может, как-то повежливый гражданин? Слушай, ну они втроем приехали. Еще брат Николай и их отец. А я ему сейчас ночлег устрою. Устроишь, не сомневаюсь. А ты что с цветами-то? У Зинки день рождения. В феврале! Да кто ее знает? Пойдем. Ну вот, собственно, домик. Ну, какой есть. Я постараюсь сделать что-нибудь, чтобы было как-то поуютнее. Да вы не переживайте. У нас артистов жизнь, знаете, такая, перекати-поле. К уюту мы не привыкли. Вы, Софья, улыбайтесь чаще. Вам это идет. Две за своими. Угу. Угу. Мама, скажи ему, что он руки распускает? А она чего? Уже чуть ли не в дом к этим музыкантам прыгнула. Еле забрал оттуда. Вообще-то это наш дом. Просто Олег мне показывал их собаку. Очень смешная. Да, больше он тебе ничего не показывал. Ты же сам говорил. У нас тут смотреть не на кого. Езжай и бабластной. Езжай и учиться, а не на парней в глазе. Мам, пусть он меня отпустит. Господи, как же вы мне надоели оба. Юр, вообще твой отец никогда себе не позволял на женщин кричать. Ну, тогда разбирайся сама. Мам. Чего? Ты это, что такая красивая? Чего? Обыкновенная. А что там, гости наши устроились? Ага. А правда, эти парни симпатичные? А завтра, когда концерт дадут, так вообще все девчонки с ума сойдут. Виктор Иванович, на концерт собрался? Да, не решил еще. Так. Решай. Софья он этих музыкантов так нахваливает. Говорит, такие ребята, у нас все бабы прям переполошились. А Софья хвост распушила сама. Откуда же это взялось? Зин, языком помолоть охота? Иди на мельницу молоть. Здрасте, Виктор Иванович. Здрасте. Милый друг, помоги, пожалуйста. Что делать? Не могу найти деньги свои похоронные. Куда обращаться? Захарина, не надо по десять раз на дню их перепрятывать. Слушай, как... Музыка Загружа Загружа Музыка Загружа Виктор Волон Загружа А у нас Дашка, она и не хуже умеет. Она талант. Тоже играет? Нет, она гимнастка. Такое вытворяет, она может вообще концерт на весь поселок устроить. Юлька, не болтай, а? Ну, я серьезно говорю, она с детства такая. Вот в любую форточку может влезть. Представляете? Серьезно? Да. Слабо показать? Давай. Здорово. У вас очень талантливая дочь, Софья. Чтобы тебя любить, я стану ветром. Чтобы тебя ласкать, пройдем, стождем. Хочу я быть Твоей мечтой, И каждый миг дышать Тобой. Тебе отдам я свой покой, только ты. Ой, а Совка-то гляди, сейчас из платья на сцену выскочит. Такая автовдовая, в Таскин кого не кинешься. Хотя ей заедет подавать. Свои-то рожи не вышли. Я стану ветром, чтобы тебя ласкать, Пройдем с дождем, чтобы тебя любить. Я стану ветром, чтобы с тобою быть, Чтобы тебя любить. Я стану ветром, чтобы тебя любить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Вы уже уходите, Виктор Иванович? Да, пойду посмотрю, что там у них стряслось, куда этот младший Шеметов пошел. Вы тоже заметили, да? Мутные они какие-то. Не завидую, если так вот посмотреть на них. Ну чего в них особенного? Просто бабам нравится. Огромное спасибо, до новых встреч! Но завтра, если захотите, может состояться еще один концерт. Хотите? Да! Да! Входите! Да! Входите! Да! Даша, слушай, ты не думала махнуть в столицу? Да! А зачем? Мишек развлекать? Ну, клуб отремонтируют. За миллион? Конечно! Для нашего поселка это вообще сокровище! У вас хоть охраняют эти сокровища? Ну, да. Рябчиков у себя дома хранит. А ключ отдал маме, ну, чтобы показать свое доверие. Ой, он очень давно ее уже любит. А она как слепая. А ты зачем спрашиваешь? М? Ой, мама! Целуются, голубки! Дашка! Я все маме расскажу. Хорошо играешь, малыш. Спасибо. Да не обращай внимания, это в души Рябчикова. Слушай, ты давай иди, а я еще к подружке забегу, ладно? Вечер, Виктор Иванович, а я мимо шла, вижу свет горит, да я думаю зайду на огонек. А ты че это? Ужинать собрался на ночь глядя, это ж вредно. Жену бы тебе хорошую, чтобы запретила. Зин, че тебе надо? Говори, а то мне спать пора. Завтра рано вставать. Ага, я поняла. Это ты меня так интеллигентно выгоняешь, да? Она ж просто так зашла. Ну, по-соседски. Рябчиков. Рябчиков. Ну, Зин. Ну, ты ж нормальный был мужик. Ну, ты че? Ну, как это тебе совка так в мозги испортила, а? Зин, ты когда что-то говоришь, ты попробуй думать. Я думаю. Я думаю, я уже обдумалась вся. Ну, ты ж ей не нужен, неужели ты не веришь? Сколько лет по ней сохнешь, а? На че? Зина. 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 К нам пришла из магазина. Ну, она других че не глянует-то, а? Ну, она ж странная. Она ж странная. Она ж неудачница. Че прикипела-то? Зин, ну, того и прикипела. Значит, не понять тебе. Зин, выпила, да? Винцом попахивает. А может, я от музыки пьяная? И погода турманищая. Что ж ты меня все время как кошку под заборную гонишь-то, а? Ой, может, я... Зин, подожди. Провожу. Зин, подожди. Провожу. Зин, подожди. Еще не спите? Нет. Зашел узнать, как концерт. Понравился? Очень. Вы, кажется, говорили, что ветеринаром работали. Нет, не совсем. Я просто... Вы не могли бы посмотреть Айну? По-моему, она приболела. Я нашел сейф. Где? У Рябчикова дома. А ключ здесь у прадеда. Кто в доме? Никого. Никого? Ай да, Колян молодец. Стань на стреме. Ага. Да какой из меня врач? Я же в ветклинике подрабатывала. Так, чуть-чуть совсем. Все равно огромнейшая. Спасибо. Да. Мне вообще кажется, что она, ну, не болеет. Просто не очень молодая. Не молодая, это не то слово. Ее Лёля к лет десять назад притащил. Ясно. Должна же быть хоть одна женщина в мужской компании. А мама? Она сбросила. Уехала, вышла замуж. А мы с отцом с тех пор кочуем. Ясно. А ты уверен, что это те ключи? Сейчас проверим. Полчаса дела. Спаси их. Как непривычно. Да, но забытое ощущение, когда женщина заботится. А я-то, знаешь, я же сразу после школы замуж вышла. Ну, дети родились, сам понимаешь. Заботы, болезни. Мы, кстати, тоже очень много по стране мотались. Десяток, наверное. Служебных поменяли. Ужас. Так что я знаю, что это такое, когда угла нет, перекати поле. Потом, когда мужа не стало, конечно, тяжко пришлось. Выживать надо было. Я ни от какой работы вообще не отказывалась. Ну, а потом все вместе приехали сюда в рассвет, решили осесть. Потому что тут дом бабушки, мужа. Ну, сам понимаешь, когда, когда есть земля, там, конечно же, гораздо проще выживать. Вот, и легче стало, значительно сразу же. Понимаешь, когда земля, она совсем... Ты что делаешь? Олег все правильно говорил. Вот что мне тут ловить в этом рассвете? Огород копать? Или фрукты на трассе продавать? Дашка, ну, ты же собираешься поступать в этом году. В район, на библиотекаря. А в лучшем случае, как мама, на детского педагога. Ну, послушай, учить детей, это тоже хорошая профессия. Ты не понимаешь. Он говорил про столицу, про выступления, про шоу. А, про шоу. Да. Дашка, ты честно мне влюбилась? Ну, признайся честно, а? Ну? Это другое. Он как будто с другой планеты. Инопланетянин, что ли? Да. Да. Ну, конечно, влюбилась в он. Посмотри, как глаза горят. Да ну тебя. М? Кс-кс-кс. Айна. Привет. Что ты здесь? Даша? Даша? Даша, ты дома? Айна, охраняй. Айна, охраняй. Айна, охраняй. Ты что делаешь? Солнышко! Айнафу! Рядом! Рядом! Иди домой! Извини. Олег, а что ты тут делаешь? Я тебя ждал. Уже поздно, я волновался. Хотел убедиться, что с тобой все хорошо. Со мной все хорошо. Ну, тогда спокойной ночи. Спокойной ночи. Чего стоишь? Тебе же сказали, спокойной ночи. Дурак ты, Юрка, и не лечишься. Где Айна? Ушла. Айнафа, она девочка так отвечает. Я знаю, что ты не спишь. Послушай, может быть, хоть ты ей скажешь, чтобы она не позорилась. Юра, отстань. Это все потому, что ты тоже в этого Лелика втюрилась. Да ты пойми, у них таких, как вы, сотни в каждом поселке. Гастролеры. Блин. Давай спи уже, а? Давай спи уже, а? На. Держи, папаша. Что это? Должен быть миллион. Насвистели про миллион. Пятьсот штук только. Спаршивай овцы. Это нормально. Держи. Доброе утро, София Андреевна. Очень добрая. Просто замечательная. Привет. Доброе утро, София. Доброе. Вас подвезти? Виктор Иванович, ты обалделку от меня везти собрался. Я в двух шагах от клуба. Ты вся сияешь. Так солнце-то какое, посмотри. Ну, смотрю. Я хотел тебе сказать. Чего? Ну, я давно хотел сказать. Ну, это необходимо сказать. Ты же понимаешь. Ничего я не понимаю. Да все ты понимаешь. Ну, ты же понимаешь, как я к тебе отношусь. Слушай, Виктор Иванович, вот сейчас это вообще ни к чему. А когда это будет к чему? Вот когда? Никогда, да? Да. Да что с тобой? Ничего. Я же понимаю, что я не эти низвинящие гитары. Да? Да что? Слушай, тебе злиться вообще не идет. Ага. Конечно. Да что с тобой? Виктор Иванович! Чудной! Ну, чего стоим, не заходим? Давайте бегом! Оп! Все? Да. Ой, а можно почитать? Ага. Я расстроен верояль. Ты владелец камертона, до заветной нотыля не хватает мне полтона. Жаль, не понял ты тогда, мой владелец камертона, до желая нише вода не хватило мне полстона. Таня, ну что ты, садись. А это трава такое? Нет, это неудачное подражание. Ну, сдавайте, кто написал. Да. Здорово, сынок. Ба, кого я вижу! Здорово, бать! Здорово! Ну, что, какими судьбами рассказывай? Да, уже давно к тебе собирался. Все, как ты знаешь, не получалось. Угу. Ну, повод только хороший. В общем, Леха, сынок, мне надо с тобой посоветоваться. А, ну стоп. Да, я угадаю. Ты что, жениться собрался? Бать, ну, наконец-то! Ну, сколько можно? А, один, один. Слушай, погоди ты! А я сколько лет гожу. Кто она? Я помню, по тебе там все бабы сохли. Ладно, не все, успокойся. Как это не все? Это кто там своего счастья не знает? А вот мы статью как впаяем, и будет у нас улицы вон, мести. Понятно? Хорош шутить. Смотри, к нам в поселок приехали музыканты. Так. Они там в клубе концерты дают. Бать, тебя что, на дискотеку не пускают? Леха, ты будешь отца слушать или нет? Извини. Тоже мне шутник. В общем, Леха, сомневаюсь я. Той. О, дядя Витя. Здрасьте. Здорово, Кирска. Не помешал? Да нет. Наоборот, поможешь. Подскажи, как мне батю заставить жениться? Все, значит, хватит вот этого. Ну, хватит, знаешь, батю заставит он жениться. Ты не учи отца, вот это все. Ладно, все, я поехал, работайте. Бать, что ты, оставайся, пообедаешь. Ладно, я говорю, все, поехал я. Все, отстань. Давай. Так, а это что такое? Из области прислали. Ориентировки на розыск. Шайка-варюк. А ездят под видом то ли артистов, то ли музыкантов. Короче, фокусники еще те. Музыканты, говоришь? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да уехали они совсем. Ты что говоришь такое? Ты-то откуда знаешь? А собачку что они, забыли или в подарок тебе поставили? Вить, Вить, слушай. Сув, народ, что ждем? Концерт отменяется, это уже точно. Расходитесь. Чего Ниташка с ними уехала? Ты что такое говоришь-то? Как уехала? Я точно видела, как она с ними в машину садилась. Вечно тебе все надо. Вить, да нет, не могла она. Ты что? Нет, не могла. Ну что вы, что вы? Давай-ка домой. Не берет трубку. У тебя ключ от сейфа с собой? С собой, с собой. Пойдем. Давай домой, вдруг она вернулась. Лешке сейчас будем звонить. Что делать? Даша, да ты не бойся. А я и не боюсь. Поверь, так всегда лучше. Без долгих объяснений. Уехала и все. Зато сколько лишних расспросов ты избежала. А че ты меня уговариваешь? Я же и так все понимаю. Ну вот. В этом и сюрприз будет. Выступишь с нами не в каком-нибудь задребанном поселке, а в настоящем концертном зале. Всех порвешь, я уверен. А может, не надо всех? Я так и знал. Черт. Не берет? Нет. Дрянь. Алло, Лех. Ох, беда у нас. Деньги у меня украли. Казенные. Музыканты, гастролеры. Концерты в клубе давали. Да помнишь, я тебе начинал о них рассказывать. А из сейфа ключи от сейфа у Софьи были. Я никому не давала, скажи. Она, конечно, их никому не давала. Да они сами взяли, поэтому терлись постоянно возле тебя. Не ори на мать. Тебя сразу заметят. Контракт подпишут. Представляешь, что будет, когда ты своих родных на настоящее шоу позовешь, а? Да. Я хочу всем доказать, кто в меня не верил, кто смеялся. Дашка, артистка Погорелова, театра. Ну вот. А у меня даже трико свое есть. Вот. Смотри, мне Юлька пошила. Очень красивая. Вот. А? Ну а что? Что, красиво. Да? В этом тебя сразу заметили. Я тут с ними столкнулся, где-то час назад. Они вроде в вашу сторону поехали. Сынок, вы не провороньте их, а? Про Дашку скажи. Чего ты с ними с этими деньгами? Да, Леха, еще одно. Слушай, Дашка, прадед, с ними уехала. Да нет. Не похитили. Сама в машину села. Люди видели. Слышу, да. Да от этого не легче, Леха. Ты давай, звони нам, если чего. Не берет трубку. Музыканты эти твои. Они, как-то, банда, ворюк. Их по всей области разыскивают. Леха вот мне только что сказал. Ага, тогда под Собку, под Собку давай. Давай. Тогда они из-за ключей вокруг Собки крутили. А ты думала из-за красоты и неземной. Деньги хапнули и вся любовь. Нет, я не понимаю вообще, почему у нее ключи были. Это Рябчиков ей так свое доверие показывал. Кто ж мой ключниц? Хорошо, что хотя бы половину успел подрядчику заплатить. Ну хоть полклуба нам отремонтировал. Я точно слышал. Я за ними наблюдал. Ничего не перепутал. Сказали, что в Светлогорск поедут. В Гальяновку заедут, а потом туда. Васька, домой идем. Минуту. Скажи Юльке, чтобы передала маме, чтобы я все исправлю. Понял? Юль! Юра! Юль! Ты Юрку не видела? Так, а Баська вот сказал, что он в город уехал. Сказал, все исправить. Ну что, пригрела мужичков, да? Недороговато ли обошлось? Ну вот зачем бы так? Вы сама такая. Идем. КОНЕЦ А к кому вы приехали? Да какая разница? Тут ночлег. У нас знакомые в каждом городе. Жизнь-то бродячая. Олега, можно я все-таки маме позвоню? Она волнуется. Знаешь, Дашка, наверное, действительно тебе лучше уехать домой. Подержаться за мамину юбку. Нет, правда, если ты не готова к переменам, уезжай назад. Я готова. Даш, пойми, здесь только так и нужно. Если рвать с прошлой жизнью, то рвать. А если сомневаешься, то и не начинай. Я договорился. Берем вещи, заходим. Дашка, да не переживай ты. Тебя здесь никто не обидит, поверь. Лапслав, за собакой моей присмотришь? А ты куда? Дашку с Юркой поеду искать. Да дети у тебя прытки вернутся. Не могу. Я не могу на одном месте сидеть. Я с ума сойду. Ты знаешь, у меня прям ощущение, что что-то страшное произойдет. И куда ты поедешь? Я же не знаю. Не знаю пока. Она еще и палит. Ну еще бы. С тремя такими красавцами наедине остаться. Я бы тоже пел. Коля, она еще неопытна в таких делах. Ну, начинай. Да мне мамаши хватило. Ты вон Альберту Эдуардовичу скажи, чтобы с Юркой по добрам. Думай, что говоришь. И вообще, зачем вы ее взяли с собой, идиоты? Пригодится. Да я же многого не прошу. Я просто хочу знать. Так вот, афиши все тут. И смотри. А название, кстати, какое? Заменящие гитары. Не, таких артистов не заявлено. Ну, может, их еще ждут. Да, просто афишу не повесили, но они должны быть у вас в городе. Так ты это завтра у администратора узнай. Ну, иди спать парень. Да вы понимаете, у меня сестра. Нет мозгов. Восемнадцать лет. С ними уехала. Я тебя прекрасно понимаю. Моей дочери шестнадцать. Тоже такая звездастрадалица. Только по какому-то американскому прыщу. Все стенки его рожей заклеил. Давай. Так что, точно ночевать не ходит, а? Колян, Альберт реально запарил. Слабое звено. Что с ним будем делать? Так, братцы, сыночки. Решил я завязать. Ухожу я от вас. На покой. Надоело все. Ну, чтоб не обижались, хочу вам дело хлебное оставить. Тут вот адресок люди знающие оставили. Так что там можно хорошо взять. Это не эти полмиллиона. Ну, а что там на адресе? Антиквар. Вагсберг. Говорят, не квартира, а музей. С нами пойдешь, папа. Милосипед в угол поставь. Так а спать будешь на топчанчике. Вот как только они здесь появятся, я позвоню своему знакомому, он капитан полиции. И мы их накроем. Да, гастролеры, конечно, тут всякие бывают. Но сначала пусть появятся. Утром решим. Вот тебе подкрепись перед сном. Ну, давай, спи. Спасибо. Да. И все-таки твои папа и брат мне очень рады, что я с вами поехала. Да не думай ты о них. Думай о нас. Ну, я же не хочу, чтобы из-за меня кто-то ссорился. Даша. Так я тебя успокоил? Ты что-то говорила про отца. А, да, нам с Юркой было по десять лет, когда, когда папа не стало. Небось, тяжело было? Да, весь поселок говорил, что мы без него стали какие-то нелепые, беззащитные. А мы просто привыкли людям доверять. Нас так мама учила. И правильно. А я все равно могу за себя постоять. Да я и не сомневаюсь. Ты знаешь, папа для меня как будто в командировку уехал. И просто еще не вернулся. Я тебя понимаю. У меня такая же история с матерью. Да? Правда, она жива, но все равно не возвращается. Олег, ты чего? Что, в этом доме кто-то живет? Твой знакомый? Да, знакомый, который знает, где искать мою маму. Как это? Так она пропала? Для нас, да. Тут живет ее второй муж. Он знает, где она, но ничего нам не говорит. Вот бы хотя бы одним глазком посмотреть, кто там, что делает. А вдруг там каким-то чудом и мама. Сейчас. Даш, ты куда? Даш! Там нету твоей мамы. Во всяком случае, женщины. Там только какой-то старик. Спасибо, милая. Спасибо. Спускайте. Сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Даш, ты не мог бы попросить своего отца, чтобы маму мою успокоил. Да со мной все нормально. Я в Светлогорске сейчас. Дашку поехал искать. Забыл, что ли? Светлогорске. Осторожно. Извините. О, господи. Ну и куда собралась? Куда надо, Витя. Слушай, я уже жалею, что тебе о Ёркином звонке сказал. Ты же знаешь, что я все равно поеду. Знаешь. Слушай, я понимаю. Дети там. Она с улыбкой за бандитами, она за ними. Ну, ты взрослый человек, София. Вот именно. Там дети. А я здесь должна сидеть, да? Как ты себе представляешь? Там милиция. Леха с ними. Чем ты им поможешь? Да ты сейчас поедешь и им помешаешь. Я все равно поеду. Да делай ты, что хочешь. Леха с ними. Здрасте. Здорово. А где Даша? Зачем вы ее увезли? Она сама захотела. Любовь у нее. Где Даша? Откуда мне знать? С Лёликом, наверное, где-то. Да вы что, не знаете, где ваши сыновья, что ли? Они у меня такие же сыновья, как и ты. Понял? Не надо мне сказки рассказывать. Вас в полиции за воровство ищут. Показали, где портреты висят? Послушай, мальчик. Я к этому не имею никакого отношения. Я на концертах палочками стучу. Пенсию себе зарабатываю. А сыновья? Я тебе сказал, они мне не сыновья. Они представляются так. Понимаешь, чтобы доверие больше было, пользуются мной. Где Дашу искать? Ты посмотри, какой он упрямый. Откуда мне знать, где они сейчас? Хотя, могу сказать, где они могут вскоре быть. Выключи свой аппарат. Видишь окна на втором этаже? Вот здесь живет ценитель прекрасного Марк Йосич Вагсберг. Вот ночью они его будут грабить. Знаешь, прекрасно, но стоит дорого. Ну, давай. А нет, подождите, вы куда? Ну, что ты? Голубки, я вас заждался. Даша, иди мне с Великом кое-что обсудить нужно. Концерт? Да, да, я еле договорился. Ты тоже будешь выступать. Так что давай, иди, репетируй. Что за кипер? Зачем ты шмотки собрал? Альберт. Свою долю забрал и схилял. Мы тоже сворачиваемся. Уехать и Вагсберга не навестить? Глупо. Тем более у нас такая помощница. Прирожденная форточница. Откроет хату, глазом не успеешь моргнуть. Ну, и что ты ей накрел? Грустную историю, пробросившую нас в мамашу. Идем за реликвией, имея нашей гудной мамочки, которая забрала у нее негодяй Вагсберг. Дашка, конечно, дура. Не настолько же. Да главное, чтобы она у двери открыла. И чтобы старик в раньше времени с театра не приперся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Олег, мы уже дождемся хозяина, да? И все объясним ему. Объясним, объясним. Вы что делаете? Даша, только не нужно сейчас ничего выяснять. Я хочу в этом участвовать. А ну, прекратите сейчас же! За соучастие я даю от двух до пяти лет, так что без остыли крошкой. Голян, сигнал-то. Альберт, сучок очкастый, я не предупредил. Расходимся, держи. Через окно. Не умею. Старш, мусорам зарежу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Юрка! Доброе утро! Здорово! Опаздываю. Кофеек-то остыл? Кстати, там твой телефон разрывается. Точно. На зарядке оставил, Челя. Ц... 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 Алло! Даша! Слушай, что ты говоришь? Я ничего не понимаю. Не тараторь! Ц... Говори адрес. Скажите, пожалуйста, это самый-самый-самый главный начальник? Ну, по вашему делу, да. Подождите. Коля, это к тебе. Проходите. Я все. Закончила. Ну, давай посмотрим. Что ты в этот раз написала? Даша, ну ты что, дура? Прадед. Или прадед, как правильно? Прадед. Вот смотри, прадед, что написала. Потом они заставили меня искать вещи своей матери. Какой матери? Ну, которая их бросила. Войдите. Знаешь, что, прадед? Иди-ка ты домой. Как? Ну, так-то, просто. Твой брат все подписал, признал. Сделал нам явку с повинной. А у антиквара Вагсберга к тебе претензий нет. И мой тебе совет. Чисто по-человечески, не маячь, хорошо? Свободно. Давай, 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 давай. Иди. Будем считать тебя жертвой обстоятельств. Даша. Я ничего не понял из-за того, что ты мне по телефону сказал. Ты можешь толком объяснить? Они сказали, чтобы я залезла, а Юрку взяли с краденым. И меня отпустили, а его нет. Так, понятно. Это пропуск? Да. Все, иди и жди меня на улице. А я к следователю зайду. Давай, давай. Здравствуй. Вить, ну вот веришь, было какое-то предчувствие неприятное. Прямо вот ощущение, что что-то да произойдет. Вить, слышишь? Да слышу я, елки-моталки. Я ж пока Леха толком ничего не объяснил. Но Дашка точно там, в райцентре. Подожди, а Юрка? И Юрка там в полиции задержали его. В смысле задержали? А его за что, Вить? Ну да не знаю я, София, ну не знаю я пока. Ну сейчас поедем за твоими детьми. Здрасте, Виктор Иванович. А вы куда? Мы туда. Софья, а что, правда, Юрку, да, Юрку арестовали за кражу? Вот откуда ты это знаешь, скажи мне, а? Ну что, откуда это ветром, что ли, здесь вам передается, переносится? Народный блин, телеграф. Да едем, нет. Васька! Шлем на дверь. Да не на меня! Не, ну подлец, ты убежал. Вот точно где дом сдам? Ни в грош меня не ставит. Ну? Какого? Ну какого ты сам туда полез? Ну ты же мне обещал. Ну, я понимаю, разбился телефон. Надо же сразу идти в ближайшее отделение полиции. Понимаешь, они герои свои. А теперь, а что теперь? А теперь им нужен козел отпущения. Всем. И ювелиры чуть подуспокоить. И статистику раскрываемости не подпортить. А первое, кандидат, знаешь что? Ты. А ты хотел бы, чтобы на моем месте была Дашка? Даша! Мама, мамочка, прости меня. Это я виновата. Они мне заговорили. Сначала концерты. Успокойся. Самое главное, что ты нашла. Все, все будет хорошо. Это как будто не я делала. Мама. Ну что? Выяснил. В общем так, Юрка до суда будет здесь. У нас тут, я так понял, скоро, через месяц. Какого еще суда? За что? Его взяли с поличным. И он подписал признание. Что он там подписал? Можно с ним повидаться? Нет, конечно. Нет, Юра не виновата. Это я виновата. Это я завела Николая и Олега в квартиру. Это я все сделала. Я сейчас пойду и все им расскажу, что это я сделала. Это не шутки и не игрушки. Это признательные показания, после которых суда и статья. Боже. Все, давайте потом поговорим. Тихо, Даша. Ты только хуже сделаешь. Стой здесь с мамой. Мамочка, не молчи. Скажи хоть слово, что теперь? Теперь. Юрка, мужчина, он сильней. Мама, а ты там попадешь. Понятно? Все. Ну, че, папаш, покататься решил? Знакомый аппарат. Стукачок, барабанчик. Помогите, помогите, помогите. Помогите. Ничего, обалдеть. О, как повезло мне, как повезло. Забирайте меня. Я все расскажу. Чистосердечное признание. Давай, давай. Садись. О, как не повезло. О, хорошо, хорошо. Поехали. Поехали. Юрка, прадед, не виноват. Потому и прошу, мы просим вас о помощи. Земляки, нужны деньги на хорошего адвоката и на этот, на залог, чтобы его отпустили. Ну, помогите, кто там сколько может, кто чем может. А ты, Виктор Иванович, как будто не знаешь, какие у нас здесь богачи живут, да? Я вообще не понимаю, как совести хватает у людей еще просить. По чьей вине интересно деньги поселковые украли. Зин, зря ты так, а? А че зря, я правду, между прочим, говорю. И Юрку правильно посадили за дело. За дело, я говорю. Нет, посмотрите, паршня, она в обмороке падает. Она с заезжими хороводится, она в обмороке не падает, а теперь она в обмороке падает. А вы давайте, несите ей свои денежки. Кто сколько может? Вы что в самом деле? Вы брешите, брешите, как собака. Потому что жизнь у нас собачья. Да кто бы жаловался, только не ты, Зин. Люди, не в этом все дело. Вы не слушались, да? Вы знаете. Вы, Зин, на еду не слушайте. Вы же знаете, у нее язык как помело. Это она бесится из-за того, что Рябчикова, он же вас любит, а на нее, ну… Ой, Юрка, что ты придумываешь? Я не придумываю, вся деревня знает, это только вы не замечаете. Вам что, плохо, да? Нет, нормально, просто нервничаю. Я хотела вам сказать, что я Юрку, я буду его ждать. Вот сколько надо лет, я буду его ждать. Я-то знаю, что мы его, мы его спасем очень быстро. И все, все готовы помочь. Да просто, Зинаида, вы ее не слушайте. Дашке привет. Что же она из дому не выходит? Прячется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров О.Егорова Редактор субтитров А.Егорова И вреди Лев MD Лежели что, там, трудности, чтоб ты обращалась к его друзьям-сослуживцам. Так может, действительно их поспрашивать, кто-нибудь да поможет. Хочешь, я с тобой поеду. Спасибо тебе. За что? За твои отношения. Ты с ума сошла, Соня? Ну, вот… Честное слово, ты в этом, в своем, чтобы больше, ну, вот, ты тоже, я не знаю. Просто так зашел, сказал, а начинается, главное. Да, я уже на месте. Ну, подождите две минуты. Сейчас поднимаюсь. Здорово, проходи. О планах моих коллег в группе я ничего не знал. Меня интересует только музыка. Я хочу дарить радость людям. Пойдите. Продолжайте. Ну, в общем, в этом поселке, там, рассвет. Я думал только о концерте. Ну, вот этот, он, видно, давно с ними спелся. Они говорили о чем-то. Ну, и сговорились ограбить квартиру в Аксберге. Я, как только понял, это, решил предупредить полицию, сразу по телефону позвонил, это можно проверить. Вот. Ну, потом хотел я уйти от этих братцев. Но они меня чуть не убили. Слава Богу, спасся. Без денег? Ну, без денег и проще не выскочить. Да, думайте, да. Из свидетелей только этот барабанщик, и ваша дочь, которая любит по форточкам мазить. Можем, конечно, её пригласить для дачи показаний, но тогда и у следователя будет к ней масса вопросов. Нет, нет, не надо. Да, не надо. Не надо. Вот так, до суда нельзя допускать. Я со следователем переговорил, договорился, он сказал, потянет дело, пока мы там залог не соберём. Ну, или если не повезёт, и братьев этих не поймаем. Ну, а что мы пока… Я как адвокат просто не понимаю, пока на что я могу рассчитывать. Извините. Да. Да, да. Деньги нужно правильно вкладывать. Заходим. Здрасте. А ну, пойди сюда, фраерок. Я тебе расскажу, как на хату садиться. Тебе надо, ты подходи. Стоять! Руки! На выход! Ты друг! Жди! Давай, давай, вставай! Поднимайся! Руки! 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 В областной! Договорилась с друзьям твоего папы. Они банк посоветовали, попробую взять кредит! Паспорт! Хочешь приехать со мной? Не хочу. Даша, что ты хочешь? Сутками дома сидеть, прятаться ото всех? Что-то ты совсем раскисла. Мам, только не надо этих сказок о рассвете, которые наступят. Аж тошнит. Давай так, я сейчас поеду, а ты проведешь занятие вместо меня. Нет, мам. Ты встанешь и пойдешь к детям. И это не обсуждается. Васька, а ты почему не в клубе? Сегодня Даша занятие проведет. Я сейчас. Это тебе от меня. Это что такое? Ты где это взял? У тети? Сейчас немедленно пойдешь домой и положишь на место. Ты меня понял? А то я с тобой дружить не буду. Понял, понял. А ты вернешься? Ну конечно вернусь. Все, быстро, пули! Иди! Проходи! Проходи! Ловко ты новенький дуболома отделал. Да еще и раньше него из карцера вышел. А он там еще будет недельку фингалом светить. Это я так. Для экономии электроэнергии. Ты с юморком не пропадешь. А почему Дубалом? У него фамилия Дубалов. Ему подходит. Он, кстати, уже на третью ходку зашел. Как ты думаешь? Он меня убьет? Не дадим. Ну, если будешь с правильными людьми дружить. Паша. Юра. Женщина, постойте! Вы паспорт свой забыли. Вы не расстраивайтесь так. Попробуйте в другие банки обратиться. Поручителя найдите. Хорошо. За что замели? По глупости. И не моя, я сеструхиной. Вообще из-за двух уродов. Братьев-музыкантов, блин. Как фамилия? Вроде Шеметовы. Коля и Олег. Надо же. Горят мир тесен. Я же этих уродов знаю. Я именно из-за них здесь оказался. Втянули сволочи. Мне теперь трояк светит. Ну что, Юрка, теперь мы с тобой братья. По несчастью. Послушай, я когда выйду, обязательно их найду. Поможешь? Привет. Привет, Сан. Слушай, столько лет прошло, а ты не меняешься, молодчинь. А я вот теперь физрук. Ты знаешь, не скажу тебе, где сложнее. То ли тогда в МЧС и на выезде на объект, то ли теперь с этими гавриками. Ну ладно, ты-то как? Ну как я? Ты же понимаешь, от сумы и от тюрьмы. Да, понимаю. Понимаю. Кто бы мог подумать? Соф, я тут клич по ребятам кину. Ну сама понимаешь, они живут, не жируют, кого куда разбросало. Ну кое-что наскрести удалось. Это тебе. Тут сто двадцать тысяч. Бери. Да ты что? Спасибо. Я для Юрки хорошего адвоката ищу. Ты писаешь, пришла в банк, кредит мне не дали. Сказали, что я нищая, ненадёжна. Я раскисаю, слышишь? Помнишь? Твой Степан не любил когда кто-нибудь кис? Держись. Прорвёмся. Чего-нибудь придумать, да? Я это... Подниму контакт до тех людей, которых Степан тогда спас. Им сам Бог велел тебя получше. Держись. И постарайтесь не затягивать с прерыванием. Будет поздно. Всего хорошего. Кто следующий? Я. Проходите. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Как у тебя язык повернулся, такое сказать? Во время войны без мужиков рожали, и то ничего. А ты что? Душеггубка какая-то. По-моему слову, я не могу его оставить. Мне стыдно. Ну, ты же знаешь, от кого он. Стыдно? Так он твой. Только твой. Ой, Софа. Утомила разговором. Не могу на тебя смотреть такой. Уходи. Пожалей старуху. Софья! Софья! Чего? Ты чего еще не готова? Мы же к адвокату опаздываем. Леха, он машину из города прислал. Точно. Слушай, я к врачу на сегодня записался. Что делать-то? Так, чего у тебя болит? Да ничего, у меня не болит. А на щеке чего у тебя? Откуда я знаю? Потом к врачу заедешь. Можем? Собирайся быстрее. Здрасте. Привет, Даша. Тихо-тихо. Ты что обалдела, Даш? Что случилось? Ты же сама говорила, с институтом определиться надо. Ну вот и поеду. Дядя Вить, киньте велик с богатым, пожалуйста. Ты ведешь себя как какой-то пацан. То есть так вот вдруг определилась, да? Да. С чего это интересно? Вот так? Что скажешь? Что скажешь? Я очень внимательно изучил материалы дела и пообщался с потерпевшим Вагсбергом. И что? Марк Йосич готов идти на контакт. Но только в одном случае. Понимаете, то что было в руках вашего сына в пакете во время задержания, это ерунда. Это безделушки. А вот то, что унесли его сообщники… Юра не был их сообщником. Позвольте, Афратош. Так вот, там серьезный материальный ущерб. Вагсберг готов идти на встречу при определенной материальной компенсации. Ясно. Скажите просто сколько? Три тысячи миллиона. Это можно будет оформить и провести официально. Там есть нюансы. И Юрку отпустят? Конечно. Под залог. Извините. Ты чего здесь делаешь? Ты зачем была? Хорошо. Ты же этого не сделаешь, правда? Ты откуда знаешь? Услышала ваш разговор с бабой Славой. Никому больше не говорила? Мамочка, мы справимся. Интересно. У меня будет братик или сестричка? Еще пока не знаю. Здрасте. Там от всего рассвета посылку передали. И от баб Славы, и от всех наших соседок. И от Юли... Даш, Юлина письмо отдай. Даша, а ты чего, язык проглотила, что ли? Нет. Юра, у нас это... для тебя новость есть, Даша. Какая? В общем, я не буду поступать в этом году. Буду в ДК помогать маме. Решила в знак солидарности себе хуже сделать? Юра, прости меня, пожалуйста. Я же знаю, что я должна была быть на твоем месте. Вкуси, я тебя прошу. Мам, я хочу, чтобы Юра знала. Он вкуса. Нормально, проехали. Здесь тоже можно жить. У меня друг появился. Пашу зовут. Классный парень. Я познакомлю вас. Просто у нас больше в этом месяце свидание не положено. К нему попроситесь, он обещал передать. Юрка, слушай, если тебя здесь обижают, то не молчи. Геройствовать не надо. Мам, все нормально. Я вижу. В общем, я все сказал вам, Софья Андреевна. Ты знаешь, как я к тебе отношусь. Я, конечно, долго не решался. Но жизнь проходит. Тебе решать. Скажешь, уйти – уйду. Мне уйти. Иди сюда. Ты очень хороший. Очень. Я устала, Анна. Давай. Там Юрка просил книги им передать. Вот. Я на свой вкус выбирала. Ну, ладно, я пойду. Подожди. У тебя хороший вкус. Жюль Верн, Пушкин. Книга «Друг человека»? Собака вообще-то, но книга тоже. Спасибо тебе большое, Дарья. Дарья – это дар. Значит, подаренная. Такой красотой. Ты приедешь еще? Приеду. К Юрке. А ко мне? Я тоже читать люблю. Не книги, так, письма. Слушай, напишешь мне? Лично. Напишу. А о чем? От тебя. Про что угодно. Хоть прогноз погоды. Здорово, Зинка. Давно не видела тебя. Ты со своим кафе совсем о жизни забыла, да? Клав, ну я пошел как лошадь. Расскажи лучше, что новенького. Рябчиков вон к Совке переехал. Гляди, продукты поперла. Для него небось. А что, это ей плохо, что ли, а? Брюхатая. Да ладно. Ну, Зина, вот эта новость, так новость. Клав. Вить, возьми, пожалуйста. Виктор Иванович, а говорят, вас скоро можно будет поздравить, да? С чем поздравить? Клав. С будущим пополнением свидетельствия, Виктор Иванович. И тебя, Сов, тоже. Это мы с тобой когда в больнице встретились, помнишь? Это же месяц третий у тебя уже, да? Виктор Иванович, это что, не вкус сопи, а чего ты мужа не обрадуешь? Или, это что, не от него? Виктор Иванович, это не от тебя, да? Мама, боже, как невозможно получилось. Клава, ты посмотри, какую штуку нашу стихоня учудила, а? От заезжего гастролёра понесла, она Виктор Ивановича ребёнка повесить хочет. Так, Цель Тин, если вы сейчас не заткнётесь, я вас… Так, тихо! Бандитка малолетняя. Это правда? Вещи мои, пусть Дашка потом ко мне забросит. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...